Пожарная охрана Туда такой дым поводил Нет, ничего не горит Мы открыли хоть что-то, но дым, дым Мы стали, люди, помогите По тревоге был поднят весь личный состав ноябрьского пожарного гарнизона Всего в тушении были задействованы около шести десятков человек из десяток единиц техники Подъезды к дому, а также движение по Советской от перекрестка с Дружбы до Школьной было перекрыто За тушением продолжалось больше семи часов Работу пожарных затрудняла специфическая конструкция дома Сложности, значит, составляет конструкция здания Так как здание брусовое, в общем, получается практически сайден Очень много пустот, пожар развивался по пустотам Потушить эффективно получается только вскрывая кровлю, вскрывая перегородки, вскрывая перекрытия Плюс позже оно было сеткой рабицы оббито и оштукатурено Вот это самая основная сложность в тушении То есть пока не вскроешь, подать эффективно стволы и не получается Из горящей двухэтажки эвакуировали восемь человек Двоих спасли при помощи лестницы Никто не пострадал Кое-что ценное жильцы дома успели вынести Однако большая часть имущества, как и сами квартиры двухэтажки, практически полностью уничтожены огнем Я через окно и луж тоже, по лестнице По пожарной, я не могла, у меня задыхалось, я высунулась в форточку Да, стали мы кричать, соседка говорит, несите сюда, на ту сторону Я на ту сторону вылезла, так бы угореть можно Мне не в чем поехать, даже в НКД это говорят Я как поеду, хоть бы какую-то одежду мне, хоть и мокрую бы достали Все осталось, я вот выскакивала в губашке и в халате А муж ваш поднимался туда, что говорит, все залито? Все залито Он искал в курточке, где у него ключи от машины были От машины, чтобы хоть машину все положили Причины пожара пока неизвестны Их предстоит выяснить дознавателям Добавлю, с начала года в Ноябрьске зарегистрировано восемь пожаров в жилых домах Половина из них приходится на долю деревянных Ксения Епшева, Григорий Кураптев, новости нашего города Погорельцы могут рассчитывать и на материальную помощь Для этого нужно в течение 30 дней обратиться в Управление социальной защиты населения По адресу Ленина, 7 103 кабинет При себе необходимо иметь паспорта, свидетельство о рождении детей Справку о регистрации, документы из МЧС Подтверждающие чрезвычайное происшествие И номер лицевого счета для перечисления выплат Выплата таким гражданам предоставляется в индивидуальном размере Максимальный размер выплаты 5 установленных прожиточных минимумов Максимальный размер это один прожиточный минимум Кроме того, граждане пострадавшие от пожаров Могут обращаться в резервный фонд администрации Здесь уже размер выплаты будет определяться комиссионно А также в Управление по гражданской обороне И чрезвычайным ситуациям города Где им окажут помощь в виде предметов первой необходимости И снова ДМЗ Следователи завели очередное уголовное дело В котором фигурирует дирекция муниципального заказа Ноябрьска На этот раз под пристальное внимание следователей Попал житель города Имя которого не называется в интересах следствия Его подозревают в передаче взятки в особо крупном размере Следствием установлено, что в городе Ноябрьске В один из дней августа-сентября 2013 года Подозреваемый действует в качестве посредника В получении взятки директора муниципального учреждения Дирекция муниципального заказа И по его поручению Получил от руководителя организации Выступавший как субподрядчик При заключении контракта Для выполнения муниципального заказа На капитальный ремонт детского сада «Золушка» Деньги в сумме 4 миллионов рублей В этот же день подозреваемый Находясь в служебном кабинете В здании дирекции муниципального заказа Передал директору полученного взятка дателя 4 миллиона рублей За действия по согласованию заключения договора субподряда Между организациями подрядчика и субподрядчика В настоящее время Следствием устанавливается все обстоятельства Совершенного преступления Расследование уголовного дела продолжается 40-летний житель Ноябрьска За невыполнение своих родительских обязательств Перед сыном лишится свободы Отец мальчика Несмотря на неоднократные предупреждения Судебных приставов Не спешил выплачивать алименты На содержание ребенка Больше чем за полгода У мужчины накопился долг в 62 тысячи рублей По данному факту было возбуждено уголовное дело По результатам которого суд приговорил его К 6 месяцам лишения свободы С отбыванием наказания в колонии поселения Добавлю всего За 2013 год 92 жители Ноябрьска Ответили перед законом За уклонение от уплаты алиментов 15 из которых отправились в тюрьму Остальные отделались исправительными работами и штрафами Заснеженные просторы Своеобразная ямальская природа И непредсказуемая дорога Путешествовать в таких условиях Отважится не каждый Три десятка единомышленников Несмотря ни на что Отправились в путь по городам Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала В среду любителей экстрима Встречал Ноябрьск Тему продолжит Яна Добровольская На Ямале стартовал первый межрегиональный автопробег Приуроченный к году гражданского единства И направленный на развитие внутреннего туризма О своем участии в таком экстремальном путешествии Заявили 10 экипажей В составе 30 человек Они уже побывали в Ханты-Мансийске и Сургуте А в среду поздно вечером делегацию встретили в Ноябрьске Нас пригласили как активную молодежь города Губкинского Прокатиться в таком первом автопробеге Мы с удовольствием приняли это решение Отпросились на работах Спасибо директорам, что отпустили нас И с Губкинского мы поехали сначала в Ханты-Мансийск Переночевали, нас там тепло встретили На каждом пути исследования нас везде встречают Вы сами видите, если что присоединяйтесь к нам Уставших участников автопробега накормили и дали время отдохнуть А уже утром их ждала праздничная программа Вообще, говорят сами путешественники, автопробег для них это удовольствие В каждом городе встречают очень тепло И Ноябрьск не стал исключением Так совпало, что гости приехали в разгар Масленицы Ямальцы и югорчане увидели выступление скомарохов Отведали блинов и согрелись горячим чаем Душа согревается, сейчас пойдем теплые блины кушать Чай горячий пить, конечно согреемся После для участников автопробега провели экскурсию по Ноябрьску Которая затянулась почти на два часа Когда родилась такая идея, мы, конечно, по-доброму поддержали эту традицию Тем более, этот проезд по городам Ямало-Ненецкого автономного округа Где люди познакомятся с нашим округом Увидят, познакомятся с людьми замечательными Увидят наши города И действительно, ведь надо развивать север в плане туризма Потому что действительно, у нас есть что показать У нас очень интересная история Вот, для этого сегодня организован этот проезд И действительно, надо нам с соседями дружить Далее путешественники отправились на обед И, по идее, после вкусного обеда полагается поспать Но не в этом случае Делегации нужно побывать еще в четырех городах Это расстояние почти в 700 километров А это значит, что отдых будет позже Впереди долгая дорога и новые знакомства Яна Добровольская, Александр Иванов, новости нашего города Кубок СНГ в ноябрьске И снова его обладателем стал юный каратист Аслан Баймуратов Международный турнир, триумфатором которого уже во второй раз Стал наш спортсмен, проходил в Астане О масштабах состязаний говорит количество участников 400 спортсменов По признанию самого чемпиона В этот раз добраться до вершины пьедестала было сложнее Однако, несмотря на это, половину боев Аслан закончил нокаутом Их было всего четыре Самый сложный был второй, наверное Второй Это с казахом Мы сейчас ездили на турнир И нам раздали всем участникам плакаты Так вот, на каждом плакате была его фотография С предыдущего турнира Его запомнили и разместили на вот этой продукции Хотелось бы, чтобы он вырос в серьезного спортсмена Если он не остановится, не снизит требования к себе А уж мы к нему точно не снизим То он вырастет в серьезную, заметную фигуру в спорте, в мировом Когда он еще не родился Его мама, Альбина Динна Баймуратова и его тренер Уже купила ему кимоно Поэтому Так Всю жизнь в карате Это была завершающая информация выпуска Всего вам доброго и до свидания Зима наполняет мир красотой Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы Какой бы ни была зимняя дорога Волшебный или непредсказуемый Вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России Вас ждут качественное топливо и теплый прием Сеть АЗС «Газпромнефть» Надежный ориентир на зимней дороге Надежный ориентир на зимней дороге